Сергей, давайте сегодня поговорим о свободе. Я с вами встречался, мы уже говорили о неких попытках освободиться от влияния государства. Также мы знаем, я как человек религиозный могу сказать, что некоторые в церкви видят попытку тоже освободиться от государства, найти какой-то мир, покой. А как вы считаете, вы, как вы говорите, гностик или человек атеист, свобода от церкви, она во многом сегодня, такой термин есть, как политическое православие, во многом она вошла в институты светские, секулярные, в школу, в больницы, сейчас в армии капелланы. Она его даже в тюрьмах, собственно говоря. Как вы считаете, какое будущее вообще у этого института? И давайте просто пофантазируем об этом будущем и у человека с его порывами к свободе. Во-первых, я всегда церковь рассматривал как некую идеологическую смысловую надстройку. То есть, ни больше, ни меньше. По большому счету, для меня лично это всегда, если смотреть внешне как социолог на это, то это всегда некий механизм управления массами. Я не могу сказать, что он плохой. То есть, я абсолютно, как говорится здесь, в данном случае я не противник. То, что я не верю в какого-то вымышленного, условно говоря, друга на небе, это не значит, я считаю, что человек смертен. То есть, мы проживем какое-то время, даст Бог, как говорится, прожить до каких-то времен в активной фазе. Моя основная задача, допустим, я стараюсь вести какой-то здоровый образ жизни. Потому что мне нравится жить, по большому счету. Потому что я ценю в данном случае именно сам процесс жизни. Я не думаю о том, что будет, потому что я считаю, что ничего не будет. Но при этом я церковь всегда воспринимал как некий инструмент. Иногда он, как и любой идеологический инструмент, он может быть абсолютно позитивным. И он может быть абсолютно деструктивным. Есть направления религиозные, которые уничтожают полностью личности. Мы знаем хорошо о них. Есть направления пропаганды, которые по сути являются религией. Возьмем пропаганду нацизма, которая была в Германии. Как она велась, на чем она была построена. Те же самые религиозные принципы. То есть арийская раса, аненербе и так далее. Мне очень нравится то, что произошло в 1530 году с лютеранством. Когда появилось лютеранство, они поменяли идеологию, они поменяли смыслы, люди увидели другой смысл жизни. То есть они стали по-другому мыслить. И они двинули вперед экономику и собственную жизнь. То есть они реорганизовали жизнь масонства. Ну, кстати, антицерковные, по сути дела, направления, которые сказали, что мы будем развиваться в рамках наук. Был конфликт, кстати говоря, достаточно серьезный и долгий между церковью и масонством. Но все люди, которые сейчас ходят в галстуках, мы же знаем, что вообще, что такое галстук, почему люди ходят в галстуках. Это обряд посвящениям масонам. То есть масонство когда-то победило. И тот мир, который мы знаем, условно говоря, с начала прошлого века, по сути дела, это была отчасти победа масонства, то есть это научный гуманистический взгляд на жизнь, на свою жизнь. То есть изменение отношения к жизни через научный взгляд на нее. Это тоже можно назвать это религией? По сути, отчасти да, потому что есть какие-то обряды, есть какие-то признаки религии. Поэтому я не отрицаю, что религия – это хороший инструмент. Кому-то он нужен. Кому-то можно объяснить, что молния – это разряд между заряженными частицами, так называемый лавинообразный пробой в рамках атмосферы. А кому-то не нужно это объяснять, потому что у человека нет интеллектуального механизма, нет знаний физики. Зачем ему это объяснять? Ну сказали, что это там Зевс, молния. Спокойно. Понял? Понял. Хорошо. Иди живи дальше. Поэтому… Так это управление кем? Кем его интересы? Иерархи любой церкви – это всегда были люди, приближенные к власти, к топам власти. То есть, я еще раз говорю, епископ Кадерберийский – это всегда правая рука. Не левая, не армия была правой рукой, а правая рука была – это интеллектуальный центр. Это тот человек, который задавал смыслы. На сегодняшний день отчасти их заменила философская школа. То есть, философская школа в мире разрабатывает, создает новые смыслы, которые уже политиками адаптируются к обществу. Раньше просто происходило это напрямую через церковь. То есть, государство и церковь – это как бы два, будем говорить так, крыла, которые взаимодействуют между собой, но по сути управляют личностью человека. Ну, управляют обществом, да, или позволяют правильно в обществе выстраивать коммуникации. Или выстраивать коммуникации по какому-то наиболее эффективному методу. В идеале, опять же, да. Еще раз говорю, если мы не берем деструктивные методы подавления личности для того, чтобы человек ходил, считал себя вечно виноватым, рабом и не помышлял о том, что, ну, опять же, отчасти это система каст в Индии, а тогда получается, что с преобразованием государства, и мы говорили с вами, там уже встречались по поводу того, что государство все меньше и меньше нужно человеку, если идет сотовое обустройство общества, то в связи с этим, как бы, другая часть, вот, другое крыло, церковь, она уже не может обслуживать интересы того же самого государства с точки зрения, ну, понуждения идеологического какого-то личности. Человек – это такая скотина, которая не может жить без смысла. Без смысла она идет обычно и вешивается. То есть, большинство самоубийств, да, собственно, связано не с тем, что у человека неразрешимая проблема, да, то есть, достаточно редко, да, то есть, человек не может сам с собой разобраться, он не видит больше смысла и просто, как бы, закачивает эту жизнь, да, то есть, а кто-то должен задавать смысл. Будет ли это церковь, если эти смыслы прогрессивные, вот как прогрессивные смыслы были, еще раз говорю, это лютеранство в 16 веке, это было мегапрогрессивной, задали мегапрогрессивной, и это дало рывок развития. Если церковь предложит на сегодня какие-то прогрессивные смыслы, не просто любите друг друга, это, как бы, утопия, да, то есть, а давайте, вот, 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 являйся лигией смысл заселения и экспансия нас на другие планеты. В чем смысл, вот, да, вот, вот этого, да, то есть, почему сейчас все захотели на Марс, да, у нас вообще, ну, мало же кто задумывался, вообще, по массе люди на планете Земля, если их собрать в один куб, занимают куб, размер грани будет 780 метров, это все люди на планете Земля, это отсюда до дороги, все, 780, я считал. Ну, и вверх тоже, да? И вверх тоже, но это 780 метров, это все, что мы есть, нам нужна еще какая-то планета, да прекратите нам на этой планете и 100 миллиардов может прожить. При сегодняшней системе земледелия нет проблем. То есть, а церкви, ну, такие люди, как вы, например, да, раз мы все-таки говорим как-то о рефлексии вашей, вот, ожидают, что церковь также будет задавать какие-то смыслы. Абсолютно, конечно. Она предложит какие-то прогрессивные смыслы, ради чего человек или группа людей, на которых она влияет, захочет жить и захочет развиваться. Ну, церковь предлагает еще, как бы, вечную жизнь. Это очень плохой, как бы, психологический прием, потому что это откладывает ответственность за сегодняшнюю жизнь на потом. А мы говорим о том, что жить нужно здесь и сейчас. И смотреть на то, что ты из себя сегодня представляешь, планировать, что ты будешь завтра, и завтра ты должен быть лучше, чем сегодня. Если ты этого не делаешь, когда-то вот мы сегодня как-то живем, а зато потом мы будем там на облачке сидеть. Это очень плохой психологический прием, да, то есть это обман самого себя, не позволяющий или тормозящий развитие сегодняшнего себя. А так как ты тормозишь развитие себя, значит, ты тормозишь развитие всего социума. Сергей, а что в церкви вам не нравится больше всего? Почему вы, ну, в принципе… Ну, церкви, во-первых, безумно все разные. Там кто-то сейчас насчитывает, там, вот Невзоров говорил, что там что-то порядка трех тысяч богов существует в среднем так по больнице, да, то есть. Поэтому я не знаю, в какой церкви мне именно что не нравится, то есть. Ну, мимо которой выходит, там, золотыми пополами, например. Заходите? Абсолютно архаичная идеология, которая не ведет нас ни к какому развитию. То есть я не знаю, что мне эти люди должны сказать и как я себя должен поменять для того, чтобы завтра быть лучше. Я не знаю, я вроде и так живу. По их понятиям более праведно, чем 99%, наверное, их прихожан. То есть я не пью, не курю, у меня семья, дети, я дом строю, бизнес развиваю, нанимаю людей на работу, плачу им зарплату, стараюсь не обманывать и так далее. Я не знаю, что я приду и скажу, что они мне скажут. Принеси мне денег? Ну, хорошо, давайте без меня как-то справляйтесь. Поговорите о душе. Я не знаю, у меня есть с кем поговорить о душе. У меня замечательная жена, то есть у меня есть друзья. Я могу потрясающе с ними поговорить. Сергей, ну все-таки какова перспектива вот этого взаимодействия государства и церкви в модели сотового устройства? Оно так же, по сути, не нужно так же становится человеком? Вопрос роли государства. То есть, если еще раз говорю, если государство все-таки будет выступать то, чем оно должно быть в современном мире, не руководящий и направляющий, то есть, то, от чего мы потихонечку отходим. Я просто... Весь мой рассказ о том, что мы потихонечку от этой модели отходим. То есть, тренды меняются. Надо понимать, что этот тренд меняется. Значит, тренд будет идти на уменьшение роли государства в социуме. И это должно все-таки становиться неким регулятором между собственниками, либо крупными группами. Церковь может, еще раз говорю, задавать для этого регулятора какие-то смыслы, чтобы этот регулятор транслировал их в общую массу. Но так как интересы каждой соты становятся достаточно индивидуальны, то по большому счету, как церковь это будет через государство транслировать туда, где это не будет восприниматься, мне непонятно. Но если церковь имеет какую-то зону своего влияния, РПЦ там, допустим, на сегодня оценивают, что это полтора процента, ну хорошо, ну что они этим полутора процентам расскажут? Пусть рассказывают, хорошо, я за обоими руками. Если после этого эти люди станут лучше, там, бросят пить, пойдут учиться, то есть я же только, как говорится, за обоими руками. Я просто не замечаю такого тренда, то есть, да, то есть, я просто его не вижу, да, я не вижу. Людям дали карт-бланш полный в участии, собственно, в роли социума, да. Как они его используют, рассказывают, пересказывают первый канал, пропагандистские лозунги. Ну, хорошо. Мне это зачем? Детям моим это зачем? Это смешно даже звучит просто. Должна ли в этом связи, как бы, может быть, функция церкви – это возвышать голос морали какой-то надгосударственной, даже если государство заблуждается? Ну, там были же после болотного дела несколько, по-моему, ну, сотни там священников, которые выступили против такого поведения со стороны государства в отношении своих граждан. И вот в этом плане не такой же вот сторожевой пёс нравственности и, может быть, каких-то даже вещей, о которых мы с вами говорили ещё до начала нашего разговора в эфире. И то, что, например, в Штатах сегодня ты сам можешь выбрать себе, кто ты являешься, там, мальчик ты или девочка, там, и даже, как вы говорите, соревнованиях участвовать, соответственно. Это буквально новость этой недели прошедшей, и она действительно смешная и очень неоднозначно принята в самих Штатах, потому что это удивительно. Люди перепутали понятия, смешали в одну кучу понятия идентичности и равенства, да, то есть, идентичности и равенства – это не одно и то же, да. То есть, я могу, конечно, представить, что я ёжик, то есть, да, и всем это рассказываю, требую себе отношения, как к ёжику, да, то есть, и кормили, чтобы меня кормили червячками свежими, но как бы это было бы, ну, то есть, как бы скорее всего, да, то есть, меня посчитали бы сумасшедшим, да, то есть, если власть на государственном уровне в рамках закона позволяет, собственно говоря, это сумасшествие, по большому счёту, да, то есть, неадекватное поведение, неадекватное… Что такое неадекватное вообще поведение, да, то есть, это поведение, ну, скажем так, оно может быть достаточно опасно для общества и для самого человека, да, то есть, человек может решить, что он птичка, самоидентифицировать себя как птичка и выйти с двенадцатого этажа. И если государство говорит, а мы считаем, что ты птичка, и все должны считать, что ты птичка, обязаны, ну, что человек это сделает? Скорее всего, очень быстро его не станет, да, то есть… Ну, здесь мальчик или девочка, как бы ты, по крайней мере, не жжёжик и птичка. Ну, всё же начинается с каких-то мелочей, да, то есть, это же как, как говорится, окно Эвертона, да, то есть, как бы надо об этом объявить, да, а потом вокруг этого, то есть, мы начинаем уже раскручивать какую-то идеологию, там, обкладывать это какими-то фактами, какими-то историческими примерами, да, и делать это нормой, вот. И ты, по большому счёту, некую психическое откровенное заболевание делаешь нормой, да, то есть, приведёт ли это к развитию общества? Ой-ой, я сомневаюсь, да, скорее всего, это приведёт к деградации общества. Если государство такую позицию, как бы, ну, по крайней мере, не говорит, что это ненормально, кто-то, как духовные лица, например, там, церковь, должна ли выступать в этой связи, в Америке, например, слышно ли её голос о том, что, ребята, это уже, по-моему, там, край. Ну, во-первых, чем Америка хорошо, то там каждый штат имеет своё законодательство и свою, по сути, и некую идеологию, да, там, Техас до сих пор считает, что он республика, и он, в принципе, очень относительно входит в состав Соединённых Штатов, да, то есть, он оставляет свои законы, свои правила, то есть, и, как говорится, то есть, много федеральных законов на него просто не влияют, да, то есть, что происходит с церковью в Америке, я не могу сказать, я просто вообще этого не знаю, то есть, ну, я никогда не касался, мне очень интересно, там, в общем, агломерация Амишей, то есть, я иногда за ними наблюдаю, это совершенно интересные люди, то есть, как бы, но, знаете, они, наверное, очень часто выживут, то есть, они живут, они ездят на каретах, на лошадях, не пользуются этими телефонами, развиваются ли они, идут ли они в тренде с миром, да, будут ли они конкурентно успешны, если они вдруг перестанут быть в рамках Соединённых Штатов, большой страны, которая, по сути, их защищает, да, то есть, скорее всего, нет, да, они исчезнут, но, как явление, они действительно интересны очень, вот. Спасибо.